Что такое праздник для ВДА? Давайте для начала рассмотрим, что такое праздник вообще. Праздник – это день торжества, установленный в память или честь кого-либо или чего-либо. Это день радости, веселья, развлечения, отдыха, игр. Семейный праздник выполняет функцию сплочения родственников и членов семьи. А что же такое праздник в дисфункциональной семье? Праздник в алкогольных семьях – это повод для того, чтобы уйти в употребление, нетрезвость. И каждый ВДА выбирает свой способ уйти в нетрезвость на праздник. Давайте рассмотрим варианты. Вариант первый. Упасть в уныние, депрессию, тоску, печаль, страдания. Использовать праздник, чтобы страдать. Вопрос. Почему так происходит? А что было в моей родительской семье? Ответ. Маме было не до меня. Она готовила ломовой стол и была озадачена контролем, как бы не напился отец. Отец был озадачен, как бы выпить, чтобы мать не застукала. Потом начинался праздник. Все напевались, объедались. Танцы, гости, веселье, праздник. Скандал. На меня ноль внимания. Я сижу в своей комнате, чувствую одиночество, покинутость, тоску. Далее, когда доходило до драки, мне становилось страшно, небезопасно и тревожно. Я чувствовала себя незащищенной. И так из года в год. Одно и то же. Я никому не нужна. Маме не до меня, папе не до меня. Подарок подарили, еды положили, отправили в свою комнату. Иди, поиграй, не мешай. Не мешай нам употреблять за скобками. Веселиться и отдыхать. Нам не до тебя. Второй вариант. Выбрать режим ожидания чуда. Это способ, которым я в детстве научилась выживать в дисфункциональной алкогольной семье. Сегодня этот способ уводит меня из реальности, в отрицание. Например, жду чудо и думаю, оно наступит, если мой муж-алкоголик в Новый год не напьется, останется треск. Например, жду чудо и думаю, оно наступит, если я куплю дорогое платье, и мы сможем пойдем отмечать Новый год в ресторан, и это нас примирит, и все наши проблемы между нами исчезнут и испарятся. Например, жду чудо и верю, что оно наступит, если я упашусь, готовя тазиками еду, и мы всей семьей до утра будем объедаться и сидеть за праздничным шикарным столом на праздник. Это нас объединит, и все проблемы сами с собой рассосутся. Например, жду чудо и верю, что оно наступит, если написать подбой курантов. Мы счастливая семья, но при этом не работать над собой и ничего не менять, и верить, что семья станет счастливой сама по себе, без моего участия и перемен. Следующий вариант. Уйти в эмоциональное возбуждение, спешку, гонку, суету, ажиотаж. Как будто после 31 декабря все пропало, если... Первый пример. Все пропало, если до Нового года я не куплю себе новый телефон. Все пропало, если... Я в мыле не приготовлю 31 декабря с утра до вечера 10-15 блюд, и мы не отпразднуем Новый год за ломовым шикарным столом. Третье. Все пропало, если я не затарю холодильник сверху донизу, или так, чтобы уже продукты некуда было положить. Да? Вкусной едой, иначе это не праздник. Четвертый пример. Все пропало, если я не подарю сыну на Новый год, дорогой айпод. Пятый пример. Все пропало, если не взять ипотеку, именно до Нового года. Вариант четвертый. Уйти в пищевой загул. Обжорство. Вопрос. Что, поесть теперь вкусно нельзя на Новый год? Ответ. Здесь вопрос стоит не в том, чтобы вкусно или невкусно поесть. А вопрос стоит в том, к чему эта вкусная еда застолья приведет меня. Пример первый. Я знаю, что я держусь, не ем после шести, но тут праздник на носу, и я позволяю себе уйти в разнос. Обжираюсь всю ночь, и потом последствия таковы. После этого мне очень трудно вернуться в режим не есть после шести, практически невозможно. Второй пример. Я знаю, что у нас ограниченный бюджет, но тут праздник на носу, и я иду в разнос с покупкой еды. Последствия. После Нового года нас ждут долги. Пример третий. Я знаю, что мой муж алкоголик, и он держится, не пьет, но тут праздник на носу, и я накрываю стол. Последствия. Я провоцирую мужа на срыв. Четвертый пример. Я знаю, что нарушать режим дня и питания для детей небезопасно, но я разрешаю детям не спать всю ночь и есть все, что они захотят всю ночь. Да, последствия. Завтра мне сложно будет их привести в нормальный режим дня и в нормальный режим питания. У них будут истерики, гнев и недовольство. Вариант пятый. Уйти в одержимые траты денег. Пример. В праздник я не могу не покупать дорогие подарки, хотя у нас ипотека и кредит. Второй пример. Я не могу остановиться, зашла в магазин и купила дорогие продукты к столу. Сервелаты, сыры, красная икра, красная рыба, манго, ананас, кокос. Да? Праздник же. Да? Следующий пример. Зашла купить одно платье, но мне по акции предложили пять. Я не могу остановиться и покупаю все пять платьев, хотя мне нужно одно. Пятый пример. Хотела заказать в интернет-магазине только пылесос, потому что он у нас сломался. Но вместо этого я заказываю вместе с пылесосом блендер, мясорубку, комбайн и новые формы для выпечки. Да? Заодно. И не могу остановиться. Итог. Значит, итог такой. Меня несет эмоционально на праздник. Я впадаю в одержимость чем-либо и не могу остановиться. Праздник для меня, как рюмка водки. Я выпиваю эмоционально и нахожусь под градусом либо положительных, либо отрицательных чувств. Так как в детстве я видела именно такое поведение моих родителей. Вывод. Если я выросла среди поросят, то что стоит удивляться, что на праздник у меня появляется потребность встать на четвереньки и захрюкать. И, к сожалению, даже если я одену костюм лебедя на Новый год, я все равно останусь поросенком. Потому что я выросла среди поросят. И здесь сразу же возникает вопрос. Что же делать? Это все про меня. Я ВДА. Я созависимая. Я выросла либо в дисфункциональной семье, либо в алкогольной семье. Я могу сказать так, что самим, даже узнав определенную такую информацию, остановиться не получится. То есть я не могу сама себе сделать операцию и вырезать аппендицит. Мне нужен врач. Мне нужен специалист, который мне сделает эту операцию. Поэтому выход есть, если вы узнали себя. Меня зовут Багнова Ася Юрьевна. Я семейный психолог. Помогаю людям выздоравливать от дисфункционального разрушительного поведения. Я оказываю два вида помощи. Работа онлайн для русских людей по России и за рубежом. Предлагаю два вида помощи. Первый вид помощи – это очная онлайн-терапия. Это встречи один, два, может быть и три раза в неделю. Это по возможностям и запросу пациента, на который мы начинаем именно лечиться. Начинаем идти в терапию. Постепенно, не сразу, с обрыва в карьер. То есть постепенно мы входим в процесс и начинаем работу над вашим детством. Мы очень глубоко рассматриваем схемы мышления и поведения, которые вы унаследовали в родительской семье. И я работаю по модели 12 шагов. Вот мы начинаем избавляться от этих схем. Постепенно, не сразу. Тем, кому более подробно, например, еще интереснее послушать, есть такой эфир у меня на YouTube-канале. Он как раз сейчас в первом треке стоит. Этапы выздоровления можно посмотреть. И также можно посмотреть эфир «Заблуждение в работе с психологом». Я специально его записала, чтобы человек, который захочет выздоравливать, работать над собой, понимал, о чем идет речь. Что такое работа над собой с психологом. Вот. Что еще могу сказать? Что, значит, процесс это длительный, кропотливый, очень нелегкий. Но те пациенты, которые остаются и упорно работают над собой, у них очень хорошие результаты. Люди трезвеют. Что в итоге? Получается эмоционально трезветь, делать трезвые выборы, видеть, что есть эти выборы, научаться делать эти выборы, да. Выстраивать абсолютно другие отношения вне созависимости, да. По-здоровому. Да. Но на это все нужно время, да. Вот. Если у вас есть такое желание, я приглашаю вас записаться на очную онлайн-терапию для начала, да. Ссылки, как со мной связаться, я оставлю под видео в описании, как меня найти. Там все, очень много будет ссылок на соцсети, на скайп, на инстаграм и так далее, да. Есть еще второй вид помощи. Он называется онлайн-терапия групповая. Вот. Там тоже мы работаем с ВДА и созависимым диагнозом. Вот. Но я бы вам порекомендовала, если вы хотите начать, все-таки с индивидуальных занятий и дополнительно, ну, желательно совместить, допустим, один раз очную терапию, один раз групповую. Там абсолютно разные форматы, поэтому оно как дополнительное, да, больше, вот. И, ну, я бы в такой цепочке порекомендовала посещать, да. Вот. И тогда выздоровление еще более эффективно будет, потому что болезнь у нас многогранная. Я, 10D, да, там столько граней, и каждую грань нужно рассматривать, то есть, да, вот. Поэтому, если у вас есть желание, и вы уже дошли до критической точки невозврата, когда вы все перепробовали, уже всего поначитались, уже попереэкспериментировали, все, что там можно, вы уже попробовали, и ничего вам не помогло, да, то тогда вам ко мне. То есть, те люди, у которых есть иллюзии, что я еще нормальная, и я смогу сама, да, справиться, то вам еще надо дострадать, довариться в этом дисфункциональном ужасе, да. Потому что есть такие пациенты, которые приходят, так это уверенно, да-да-да, я хочу, я готов. И тут мы начинаем заниматься, и человек сталкивается, что это нелегко, что это нужно работать самостоятельно, еще между сессиями выполнять домашние задания, что начинается быть больно, да, потому что, ну, мы-то снимаем отрицание, да, и через боль придется пройти, чтобы стало хорошо, нужно убрать боль. А у человека происходит такая иллюзия, что он пришел к психологу, и у него сейчас эйфория начнется, и он такой счастливый, радостный, вдохновенный пошел жить. Нет, так не будет. То есть ВДА – это люди, которые жили в отрицании, и отрицали свою боль и свои болезненные чувства очень долго. И пока от них не избавиться и не вытащить их, ничего не изменится. Счастливыми, радостными и свободными вы станете только в употреблении. В каком я привела сегодня пять вариантов? Вот. Другой жизни нет. Либо употребление вот такое эмоциональное, либо, ну, как бы, никак, да, вот. Поэтому, ну, это ваш выбор, какую жизнь вы выбираете, но вот я все-таки вам предлагаю задуматься и не тянуть, потому что некоторые, вот, я смотрю, так, в праздники так вжих в употреблении, сейчас уйду в эмоциональное там, и потом вернусь. Ну, не тут-то было, очень трудно потом вернуться. Лучше не пить эту первую рюмку, да, чтобы, ну, как бы, потом неизвестно, выберусь я или нет. Вот это иллюзия, да, что я выберусь легко и просто, так все будет классно. То есть это не правда. Легко и просто не будет, да. Поэтому, если кто-то хочет поработать над собой, я открыта для общения. Вот, пишите мне в социальные сети, ссылки, по ссылкам. Вот, и, ну, будем с вами работать. Я именно для таких людей выбрала, ну, свою работу, потому что я считаю, что я эффективна для этих людей, так как сама прошла весь этот кошмар, да. И прежде чем стать специалистом, я 11 лет, очень много и скрупулезно и дотошно работала над собой, чтобы протрезветь. И только после этого я решила, что я готова помогать другим. Вот, поэтому я приглашаю вас и добро пожаловать. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам здравомыслия, трезвости, осознанности, ясности, спокойствия внутреннего и мужества, и решимости, чтобы начать двигаться в сторону здравомыслия и трезвости. Вот. Всем хорошего вечера и встретимся в следующем эфире. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok